Всем привет, мои дорогие зрители! Меня зовут Ольга и рада, что вы зашли на мой канал. Сегодня я хочу заглянуть в магазин Massimo Dutti и, как всегда, показать вам несколько образов. Это будет немножко другой формат, так как в этом магазине, к сожалению, жесткие правила в связи с ковид. Нельзя выходить к большому зеркалу. Примерочный маленький, развесить одежду удается плохо, поэтому прошу вас прощения за завал, который вы увидите в примерочной. Но я буду стараться дать вам больше информации, максимально показать все образы. Вот так выглядит наш магазин Massimo Dutti. Давайте посмотрим витрины. На них представлена летняя коллекция. Эту коллекцию Massimo Dutti выполнили в основном из натуральных тканей, льна, хлопка и в природных оттенках. Я редко покупаю одежду в этом бренде, так как мне мало что подходит, но есть у них и очень хорошие варианты. Так что давайте посмотрим, что они предложили нам в этот раз. Вот мы уже заходим в сам магазин. Сразу видим соломенные сумочки, летние рубашки, летние жакеты. Я уже в примерочной и мой лук на сегодня. Это белая футболка с изображением Элвиса Пресли. Эту футболку мне подарила моя подруга на Новый год. Юбка Zara из эко-кожи, ремень Gucci и лоферы тоже Zara. Ну вот сейчас вы можете видеть эту мини-примерочную. Здесь, конечно, очень тесно. Но что поделать, давайте начинать. Образ первый. Я взяла брюки в стиле Sport Casual. Футболку пока оставила свою и примерила еще их новую модель кроссовок. Брючки мне понравились. Мягкая ткань, не толстая. Хорошо подойдут для лета, если у вас не очень жарко. Или их просто можно одеть в пасмурный день. Они сзади на резинке с карманами. Внизу небольшой манжет, застегивающийся на кнопку. И теперь я сменила свою футболку на хлопковую толстовку кремового цвета. Это вещь из лимитированной коллекции. На рукаве у нее нашивка с надписью Massimo Duty коллекция весна-лето 21. Модель оверсайз, укороченная. И у нее очень хороший натуральный состав. Мне нравится, как она смотрится с этими брюками. В целом образ очень современный. Но кроссовки я рекомендовать не могу. Мне кажется, что они быстро потеряют свой внешний вид и растопчутся. Потому что когда я их стала одевать, у меня в них заломилась пятка. И мне пришлось их снять, чтобы выправить ее. И даже приложить усилия для этого. Брюки состоят из 43% модала, 37% хлопка. Их цена 50 евро. Толстовка это 55% хлопка. Остальное модал, вискоза и эластан. Ее цена 40 евро. Вот эти кроссовки на вид выглядят очень симпатично. Ну, возможно, мне просто не повезло и попалась бракованная модель. Они из текстиля с отделкой из кожи. Их цена 80 евро. Но по мне это дорого за них. Следующее, что я примеряю, это комбинезон шоколадного цвета. Он изготовлен из 100% льна с застежкой на потайную молнию, прикрытую планкой. На груди два накладных кармана, небольшой отложной воротник. Ремень бы я, конечно, сменила. И сел он очень хорошо. Его я примерила с босоножками. Но его также можно одевать с кроссовками для более расслабленного образа. Это вещь из коллекции Джон Лайф. И это значит, что вещи из этой коллекции изготовлены на более экологичных производствах, где используются оптимальные процессы. А сырье, экологических лопок, волокна, тенсель и переработанный полиэстер. Вот мне удалось немного выйти из примерочной. И мне нравится, как смотрится этот комбинезон. Если вас, в общем, не смущает комбинезоны, так как в их носке есть определенные трудности, то летом это может стать вещь на все случаи жизни. С босоножками это будет очаровательный образ, а с кроссовками он будет смотреться также великолепно. И, как я уже говорила ранее, это стопроцентный лен и цена 90 евро. Следующая это шелковая блуза красивого лимонного цвета, прямого кроя. И я подвязала ее, мне показалось, что с этой юбкой так будет поинтересней. Юбка не совсем понятна мне ее длина, то ли миди, то ли макси. Ну, для девушек невысокого роста как раз будет макси. У нее разрезы по бокам, впереди она застегивается на пуговицы. Пуговицы, кстати, очень маленькие, что не совсем удобно. Ну, если вы любите такую длину и предпочитаете классику, то почему бы и нет. Но мне кажется, что эта юбка просит каблук повыше и одеть к ней какой-нибудь модный кроп-топ. И она превратится из немного скучноватой юбки в женственную и летящую модель. Цена этой юбки 70 евро. И это 100% лен. Следующий образ, это та же блуза. В этом образе я надела ее на выпуск. И обратите внимание, у нее укороченный рукав и потайная застежка на пуговицы. Ткань очень легкая, невесомая и приятная к телу. К ней я надела брюки из льна с защипами. У нее цельнокройный пояс, что мне очень нравится. Она с карманами. У брюк очень красивый цвет, такой песочно-бежевый, слегка золотистый. И если вы любите натуральные комфортные вещи, но при этом хотите выглядеть элегантно, то это отличный вариант. Брюки достаточно длинные. Я их надеваю с босоножками, все теми же черными босоножками на невысоком каблуке. И они прям, брюки полностью закрывают эти босоножки. В общем, вот так я и заправила блузу. Так небрежно. Что, по-моему, тоже неплохо. В общем, мне эти брюки понравились. Цена блузы 50 евро. И это уже, как я сказала, стопроцентный шелк. Единственный момент, что это химчистка. Блуза. И брюки 70 евро. И это стопроцентный лен. Следующий образ это трикотажное обтягивающее платье в тонкий рубчик с своеобразным вырезом. У него красивый золотистый цвет, но мне абсолютно не понравилось, как оно сидит. Трикотаж оказался очень тонким и подчеркивает каждую неровность, каждый бугорок на твоем теле. В нем даже выделяется бесшовное нижнее белье. Простите меня за такую подробность. Плечо не село тоже, хотя это размер S. Боюсь представить, как смотрелся бы размер XS. Такой трикотаж я называю сопливый, потому что он не сидит, а именно висит на фигуре. Это платье из вискоза, цена его примерно 96 евро. Забыла я заснять даже ценник. В этом образе я хочу показать вам льняную футболку с глубоким круглым вырезом темно-коричневого цвета. Она выполнена еще в четырех цветах, но на мой взгляд все-таки самый удачный цвет это белый. У футболки очень глубокие вырезы на проймах. И из-за этого, мне кажется, создается не очень опрятный вид. И плюс к этому еще не симпатичный оттенок коричневого цвета. В общем, для себя я такую вещь не приобрела бы. Я примерила ее с брюками из предыдущего образа. И считаю, что эта футболка не украшает эти брюки. Цена ее 20 евро. И состоит эта вещь из 100% льна. И снова я примеряю те же брюки с рубашкой из льна цвета лайма. Эта вещь тоже из коллекции Джон Лайф. И это значит, что лен выращен со всеми правилами бережного отношения к воде и окружающей среде. Цвет у нее, конечно, очень красивый, жизнерадостный. Ну и этим летом трендовый. Можно носить длинным рукавом. Но я люблю в рубашках такого типа подвернуть рукав. И это сразу выглядит более расслабленно. С брюками, на мой взгляд, тоже смотрится неплохо. Но еще круче, я думаю, она будет смотреться с джинсами или джинсовыми шортами. К такой рубашке можно присмотреться. И еще она есть в шести цветах. Но мне больше понравился этот цвет. И в красивом лавандовом цвете. Остальные цвета, на мой взгляд, выглядят более традиционно. Цена рубашки 40 евро. И это 100% лен. И вот эти босоножки, которые участвовали почти во всех образах. Они кожаные, удобный, невысокий каблучок. Но если нога широкая, то я думаю, они могут давить или натирать ступни. И их придется немножко поразнашивать. Но, как кажется мне, что их можно рассмотреть как вариант для лета. И цена их 70 евро. Ну вот, я уже кое-что прикупила. Но об этом я расскажу вам в другом видео. Я уже дома. И показываю вам, что еще прикупила по пути домой. Это молочко для тела Clorans. Оно регенерирует и укрепляет кожу. Я иногда покупаю уход для тела у этого бренда. И мне очень нравится их текстура. И хорошее увлажнение кожи. Также очень приятный и нежный запах. Еще я купила вот такой набор. Ни разу не пользовалась этим брендом. Даже не знаю, как он правильно произносится. Эуцерин или Юцерин. Это лечение гиперпигментации, с которой я постоянно веду борьбу. Набор входит сывороткой, дневной крем с защитным фактором 30. А полностью вся линейка состоит из 5 шагов. Это очищение, сыворотка, дневной и ночной крем, локальный уход против пигментации и солнцезащитный флюид с фактором 50. Но на пробу я взяла только эти два продукта. И они обещают видимый эффект через 12 недель. Так что буду пробовать. Еще я приобрела вот такую пищевую добавку. Я ее периодически покупаю. Это концентрат артишока с фенхелем. И здесь сказано, что эта добавка имеет антиоксидантные свойства. Но я заметила, что она благотворно влияет на весь желудочно-кишечный тракт. Я ее покупаю и своей маме тоже. Насколько я знаю, артишок очень полезное растение. И даже регенерирует клетки печени. Мне очень нравится эта добавка. И на этом я буду с вами прощаться. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь, комментируйте. Если понравилось видео, ставьте лайк. Хорошего вам всем дня или вечера. И надеюсь, до скорых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok